Всех приветствую! Меня зовут Котова Ольга, я акварелист. Я являюсь преподавателем онлайн-школы рисования Doodle & Sketch и мы подготовили для вас такую рубрику, которая будет называться Doodle & Sketch про акварель, где мы будем рассказывать про различные свойства акварели, про арт-материалы, делать какие-то обзоры, обсуждать какие-то теоретические вопросы и делиться различными лайфхаками. Ну и в рамках этой рубрики мы, конечно, будем рисовать скетчи. Сегодня я бы хотела поговорить про акварель в прямом смысле этого слова, то есть обсудить свойства акварели, а именно ее пигменты. Потому что в связи с тем, что не каждый начинающий акварелист знает про пигменты, про свойства, про светостойкость, укрывистость и так далее, думаю, эта тема будет полезна не только начинающим новичкам, но и даже тем, кто уже давно рисует. И попробуем сегодня в этом моменте разобраться. Все наши видео мы будем отмечать хэштегом DS про акварель, поэтому если вы вдруг что-то пропустили, вы сможете это легко найти по хэштегу. Итак, сегодня говорим про пигменты, ну и давайте уже начнем разбираться, что же у нас такое все-таки за обозначение на красках, на тубах, на кюветах, как их читать, как их применять и для чего, собственно, эта информация нужна. Первое, значит, что вас должно интересовать при приобретении краски, это пигментный состав, потому что это действительно важный момент, и разобравшись в этом, вам будет проще ориентироваться как с теми цветами, которые вам действительно необходимы, так с, в принципе, характеристикой той краски, с которой вы имеете дело. У нас бывают краски, как мы знаем, монопигментные, то есть состоящие из одного пигмента, и бывают краски многопигментные, это краски, в составе которых сразу несколько пигментов, смешанных, соответственно, из других цветов. То есть давайте начнем сначала, то есть что же такое, собственно, буква Пи, которую мы видим почти на любой краске профессиональной, и как все это читается. Я подготовила небольшую такую памятку, а если вы только начинаете, то и это сложно сразу уместить в своем сознании, то, в принципе, можно сделать себе такую шпаргалку, которая вам поможет лучше все это запомнить и наглядно видеть все эти моменты. Если взять любой тюбик акварели, какой бы он то ни был, то мы всегда можем заметить, что на нем есть обозначения условные. Это, прежде всего, пигментация, то есть какой пигмент в составе какие пигменты. Это обозначение светостойкости, это степень окрашивания, это степень укрывистости, ну и, соответственно, по количеству пигментов мы можем понять, монопигментная это краска или многопигментная. Начнем по порядку с пигментов и потом уже на примерах красок рассмотрим подробнее. Итак, первое, что мы видим, это обозначение, это буковка Пи, которую мы видим на любой краске, и дальше идут обозначения пигментов. Аббревиатура у нас на английском языке, то есть, соответственно, обозначение на английском. Например, PW – это пигмент white, это белый пигмент, P yellow – это желтый пигмент, PO – это пигмент orange, соответственно, оранжевый пигмент, PR – пигмент red, красный, PV – это пигмент violet, это фиолетовый пигмент, pigment blue – это синий пигмент с буковкой B, PG – это пигмент green, соответственно, зеленый, PBR – это пигмент brown, коричневый, и PBK – это пигмент black, соответственно, это черный пигмент. Вот, собственно, все исчерпывающие варианты пигментов, которые вы можете встретить, читая ваш тюбик с акварелью. И дальше мы уже можем смотреть, то есть эти пигменты, если это не монопигментная краска, может как-то сочетаться, то есть в одной краске могут присутствовать разные пигменты, дающие определенный цвет, соответственно. Ну и далее мы можем уже поговорить про светостойкость. Вообще, в принципе, для чего это нужно понимание и для чего хорошо уметь читать пигменты? Взяв какую-то краску, например, вы увидите в ее составе сразу, какие бывают пигменты, что в составе этой краски, то есть, например, там в составе краски два пигмента. И, допустим, по отдельности они у вас есть в отдельных красках. Соответственно, вы можете не приобретать эту краску дополнительно, а просто ее смешать сами. В этом мы тоже будем чуть позже разбираться. Бывает, что указаны, например, часто через двоеточие, например, какие-то составы пигментов, это можно тоже найти. Это чаще всего говорит о соотношении пигментов, в основном говорится о том, сколько белого пигмента в готовой краске, то есть его частей. Ну и, соответственно, светостойкость. То есть, что такое светостойкость? Это гарантия производителя, сколько ваша краска останется в начальном цвете вашей работы на листе. Спустя там 100 лет, например, 10 лет, 20, неважно. То есть, насколько краска теряет свою насыщенность на свету. Потому что, как правило, мы не держим в темноте, если эта работа висит где-нибудь на стене. В основном на данном этапе все профессиональные краски обладают хорошей высокой светостойкостью. Светостойкость чаще всего обозначается на тюбике вот такими звездочками. В зависимости от производителя. У кого-то самый максимальный показатель – это 5 звездочек, как в отеле. У кого-то начинается от 3. Например, если мы возьмем Невскую палитру, ну вот, например, возьмем Кадми Оранжевый, то мы увидим, что в его составе пигмент P-Orange 20, и мы видим 3 звездочки. То есть, это обозначает, что это краска светостойкая. Максимальная шкала у Невской палитры, у Белых ночей – это 3 звездочки. Соответственно, она обладает максимальной светостойкостью. И далее мы видим темный вот такой квадратик. Это говорит об укрывистости. С укрывистостью мы сейчас тоже разберемся. Собственно, у каждого производителя разные обозначения. Это надо смотреть, искать именно на самой тубе, крутить ее и вертеть, и смотреть, где какие обозначения. Вот если, например, взять Миджелла, то мы видим, что она состоит из трех пигментов. P-Brown – соответственно, коричневый пигмент, P-Red – 112 – красный пигмент, и P-Yellow – 150 – это желтый пигмент. Также мы видим ее светостойкость. То есть у Миджелла, например, она обозначается 5 звездочками, это максимум, значит, здесь максимальная светостойкость. И дальше уже идут следующие обозначения относительно укрывистости и окрашиваемости. Что касается укрывистости. Укрывистость, как я вот здесь обозначила, то есть мы ищем квадратик относительно этой характеристики. Это есть почти на каждом тюбике, то есть это обозначается в основном. И мы можем увидеть. То есть если вы видите полностью белый квадратик, значит, эта краска имеет свойство быть полностью прозрачной, она неукрывистая. И через нее вы видите бумагу, все просвечивается. То есть если вы работаете, например, лисировками, то это свойство краски будет полезно, потому что, особенно в ботанических иллюстрациях, потому что все-таки укрывистость при работе лисировками, она не дает достичь того эффекта, который нужен. Если вы видите наполовину перечеркнутый квадратик, то это говорит о том, что краска является полуукрывистой, то есть она полупрозрачная, скажем так. Если вы видите, то есть он перечеркнутый диагонально, если вы видите половину квадратика черной, половина белая, значит, это полукроющая краска. То есть она не полностью кроет, но все-таки плотная по своему составу. Ну и если вы видите просто черный квадрат Малевича, то, соответственно, вы понимаете, что краска кроющая, через нее ничего не просвечивается, и она имеет довольно-таки плотный состав. В данном случае следует исходить из той логики, что, например, полукроющие краски и кроющие, как правило, они имеются в своем составе белила. Именно исходя из этого, они не являются такими прозрачными. Ну и, соответственно, вот мы можем посмотреть, опять-таки, на примере с Миджелла. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что краска состоит из трех пигментов. Это фиолетовая краска. Как правило, не знаю, по какой причине, в ряде именно у производителей, у разных фиолетовый цвет, он не светостойкий. То есть мы здесь видим всего две звездочки, а по шкале Миджелла у них максимум пять. Вот мы видим, что она полукроющая. И мы видим также вот обозначение еще здесь треугольник. Треугольник наполовину закрашенный. Что такое? Это как раз к вопросу окрашиваемости. Вот у меня тоже здесь есть обозначение. Бывают неокрашивающие краски. То есть это когда у нас мы видим треугольничек, который белый. Это значит, что краска неокрашивающая. Наполовину закрытый треугольничек – это полуокрашивающая краска. и полностью черный треугольник – это окрашивающая краска. Что это значит? Вот именно окрашиваемость обозначения встречается не на всех красках, и не всегда это есть. Но это означает то, насколько легко выбирается краска. То есть, если вы, например, нанесете краску на лист, и вам надо подвыбрать какие-то части, ну, может быть, сделать какие-то эффекты или просто убрать что-то, насколько легко она вымоется. Как правило, на укрывистость влияют белила, потому что, когда они есть, краска проще вымывается, потому что там есть абсорбирующее вещество, и цветовой пигмент помогает снимать проще. Но краски, например, если вы увидите черный треугольник, надо учитывать, что смыть ее с бумаги или подвытереть будет сложнее гораздо, чем краска, у которой, например, обозначение вот такое. Есть еще одно свойство у красок, которое называется грануляция. Оно обозначается вот такой буквой G, как правило, на тюбике или на кювете, но это бывает крайне редко, сразу скажу. И тут надо просто уже тоже ориентироваться по пигментам и по составу, и понимать, какая краска гранулирует. Опять-таки, далеко не все краски гранулируют. Грануляция – это свойство пигмента выпадать в осадок, то есть, исходя из его степени перетертости, исходя из состава, как правило, это ультрамарин, он выпадает в осадок, различные окись хрома, например, или железоокисные, то есть, вот все эти оксиды, кобальт синий тоже выпадает в осадок, краски с белилами в осадок не выпадают, и сейчас очень много гранулирующих красок, которые специально создаются для того, чтобы давать какие-то такие эффекты в живописи или в скетчинге. Мы сейчас тоже поговорим об этом и поговорим о пигменте, который, если вам нравится грануляция, поможет ее добавить в ваши работы, не покупая много разных цветов при этом. Думаю, что с основными понятиями мы разобрались, то есть, мы разобрались с пигментами, какие они бывают, как они обозначаются, разобрались со светостойкостью и ее обозначением, разобрались с плотностью и укрывистостью, то есть, насколько прозрачная, насколько кроющая краска, с окрашиванием и вымыванием краски с листа, с пигментами, то есть, у нас в составе может быть один пигмент, например, если взять кобальт синий, то он, как правило, состоит из пигмента PB28, синего пигмента, и в хорошем исполнении он всегда должен быть прозрачным, то есть не кроющим. Бывают, к сожалению, сейчас такие моменты, что не заявляется в составе краски белила, но при этом они там присутствуют. Но это, наверное, скорее вопрос к производителю. Да, тогда прозрачность может, скажем так, колебаться. И есть пигменты, краски, состоящие из нескольких пигментов, например, вот как Жоная Сиена от Меджела. В ней три аж пигмента, я их уже называла, но самое интересное, что есть Жоная Сиена, например, другого производителя, мы сейчас это все посмотрим, например, Ван Гог. Там она состоит из одного пигмента красного, и надо еще учитывать, что у разных производителей при одном и том же цвете могут быть разные пигменты. То есть не обязательно, что если это Сиена Жоная, то она исключительно состоит из пигмента P. Brown или P. Red, например, 7. То есть это может быть и три пигмента в составе, и два, и один, и может быть разные какие-то концентрации. Поэтому на это тоже надо обращать внимание, если для вас это важно. А это важно, объясню почему. То есть это важно, когда вы делаете какие-то смеси, замесы. Если у вас однопигментная краска, во-первых, надо понимать, что это хорошо, потому что будет более чистый замес, будет меньше грязи, потому что нету такого изобилия пигментов, которые между собой уже перемешаны, плюс вы новые добавляете. И к тому, что, например, если смешать Жоную Сиену, однопигменту с ультрамарином, она даст красивый серый оттенок, если она на красном пигменте. Если смешать Жоную Сиену в составе, который есть желтый пигмент, с тем же ультрамарином или кобальтом, который на синем пигменте, то вы можете получить зеленый тон, который не совсем будет тем, что нужно, исходя вот из данного замеса. Поэтому это все надо учитывать, чтобы при смешивании ваши пигменты не дали вам ненужного оттенка. То есть, если вам нужно получить серый, то вам не надо допускать в составе, при смешении красного и синего, никак не нужно допускать, чтобы был еще там где-то и желтый, потому что он начнет добавлять зелень. Так, ну и давайте уже теперь на практике все это посмотрим, попробуем быстренько разобраться, что, собственно, здесь еще является важным. Давайте сейчас посмотрим про укрывистость. Вот, например, возьмем желтый цвет. Это у нас Миджелла. То есть, что мы видим? Мы видим это Пиелло 154, желтый пигмент. У него светостойкость максимальная. Он у нас полностью прозрачный. И он, ну, вымывается, скажем так, среднее у него полуокращивающее свойство. Чтобы проверить, насколько прозрачным является пигмент, то есть, насколько он неукрывистый, вы всегда можете на бумаге нарисовать себе черную такую вот полоску и нанести, собственно, краску и посмотреть, насколько она закроет. Закроет при высыхании, то есть, насколько он действительно прозрачный. Будет ли, насколько просвечиваться будет эта полоска из-под краски. Вот давайте посмотрим это на желтом, который заявлен как прозрачный. Сейчас она высохнет, потому что все-таки судить о краске лучше, когда она полностью высохла. Это фиолетовый от Миджелла тоже. Он у нас из трех аж пигментов. Пи Ви 31, Пи Ви 29, это, я так понимаю, синий, который находится часто в составе ультрамарина или кобальта. И Пи Ред 122, то есть, тут три пигмента, и она полукроющая. Светостойкость у нее совсем печальная, тут всего две звездочки. Вот давайте посмотрим, как полукроющая у нас, собственно, себя поведет на бумаге. У Миджелла краски, они очень такие пигментированные. И этот фиолетовый, кстати, гранулирует. И это объясняется как раз тем, о чем я говорила, что в его составе есть пигмент Пи Ви 29, который у нас присутствует очень часто, например, в ультрамарине. А ультрамарин, он в основном, если это не французский ультрамарин, а такой ультрамалин или ультрамарин дип какой-нибудь, он всегда гранулирует. В большинстве своем. Грануляция также хорошо видна на бумаге фактурной, то есть, если у вас среднее зерно или торшон, то там ее будет видно лучше. Если у вас сатин, то там грануляцию особо так рассмотреть будет сложнее. Там, где цвет желтый, мы видим полностью хорошо вот эту вот полоску. Там, где фиолетовая, она полукроющая, но вот даже если чуть-чуть подвыбрать цвет, ну, то есть, она просвечивает, в принципе, но не так вот прям, что идеально, да. Не потому, что она темная, а потому, что все-таки вот есть какой-то определенный слой, который чуть-чуть приглушает. То есть, это тоже можно учитывать в своих работах. Можем взять сейчас, например, краску, в составе которой есть белила. Ну, давайте вот прям возьмем, ну, например, мятную. Это минт, белые ночи. У него в составе пигменты PG7 и PW6. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот это белила, это white pigment, белый пигмент, и PG7, это, иначе говоря, изумрудная. То есть, состоит вот из таких двух красок. Здесь у нас светостойкость максимальная, она полностью укрывистая, и по вымываемости у нее средняя такая ситуация. Ну вот, давайте ее посмотрим. И сразу будет видно, что такое кроющая краска. То есть, здесь невооруженным взглядом видно, что в составе белила. Причем, конкретно, например, с цветами белильными от белых ночей. Ну, я так понимаю, что они в такой довольно-таки высокой концентрации, потому что вы видите, насколько сильно кроет. Так, ну и теперь, как я говорила, про разность пигментов. То есть, возьмем, например, сиену жоную. У меня сиена жоная от Van Gogh и от Medjela. В составе Medjela, как я уже говорила, три пигмента. Это коричневый пигмент, это красный пигмент и желтый пигмент. В составе Van Gogh всего один пигмент, это красный пигмент 101. Вот как раз тот случай, когда мы видим две жоные сиены, но при этом они абсолютно состоят из разных пигментов, хотя по своему цвету будут идентичны, но из-за того, что у них разный пигментный состав, в смесях они будут вести себя по-разному. Давайте сейчас это посмотрим. Жоная сиена от Van Gogh. И жженая сиена от Medjela. Итак, здесь у нас один пигмент, здесь три. Есть ультрамарин. Нет, это кобальт. Но это не важно, они на идентичных пигментах, то есть суть в том, что это синий цвет. И давайте посмотрим. Вот сейчас смешаем вот здесь. Посмотрим, что у нас получится. Вот такой у нас получается серый. Ну, без таких каких-то... Он, кстати, получится гранулирующий за счет грануляции кобальта. И смешаем с сиеной, которая от Medjela на трех пигментах. То есть мы видим, что получаются немного разные оттенки. Здесь он более такой получается... Ну, не то чтобы в зеленоватый, но такой какой-то серо-зеленоватый тон. И это даже видно вот здесь, когда вот они соприкасаются. Вот мы видим такие... Ну, вот... Более теплые оттенки, скажем так. Вот он такой более теплый серый, здесь более холодный серый. Но здесь спасает статус то, что здесь есть красный пигмент, который вот этому желтому не дает все-таки ситуацию перебивать и делать из этого более зеленое что-то. Это важно смотреть. И поговорим также сейчас про отличия пигментов. То есть... Как один и тот же пигмент может выглядеть по-разному. Вот это сепия. Это сепия от Medjela. И она состоит из двух пигментов. И Brown 7, и PBK 7. То есть здесь черный пигмент, и здесь пигмент коричневый. Это с таким же абсолютно составом сепия от Винзора Ньютон. Это Котман серия ученическая, скажем так. Но при этом давайте разбираться в цвете. Medjela. В составе которой два пигмента, коричневый и черный. И такой же состав у Винзора Ньютон Котман. Но при этом она более теплая, она более коричневая. И невооруженным взглядом видно, насколько они отличаются. Соответственно, мы можем говорить о том, что и в смесях они будут вести себя абсолютно по-разному. Поэтому необходимо смотреть на пигменты и плюс понимать, что не всегда одинаковые пигменты. В то же время у разных производителей дают одинаковый результат. Ну и по поводу, например, финансовой стороны вопроса и лишних затрат. Это, как я уже говорила, мятный цвет. Возьмем его, для примера, от Белых ночей. Сейчас белильные краски довольно популярны. Многие их используют. Но, например, вы не уверены, что она подойдет вам для работы. Или вам не хочется исключительно покупать это, попробовать и, может быть, не использовать. Тогда что нам придет на помощь? Пигменты. То есть мы берем и смотрим пигментный состав этой краски. Что мы видим? Как я уже говорила, он состоит из белого пигмента и из пигмента PG7, то есть зеленый пигмент. PG7, если вы делаете выкраски и будете видеть, какие у вас есть цвета, это изумрудная. Она есть практически в любом стандартном наборе акварели. Соответственно, что мы можем сделать? Ну и вот здесь мы видим нашу как раз мятную от Белых ночей. Давайте возьмем веридиан в данном случае, это как раз изумрудный получается, на пигменте PG7, который заявлен. И возьмем белило обычный акварельный от Ван Гог. Чайный с Уайт. И попробуем этот цвет замешать самостоятельно. Насколько мы будем его варьировать, зависит от наших, ну, скажем так, соотношений одного цвета с другим. Смешиваем. У Меджела очень концентрированные краски, то есть пигментация у них просто очень высокая, поэтому... Немного белил не повредит еще. И уже смотрим по цвету сейчас. То есть вот я добавляю чуть больше белого. Смотрю. Ну и вот, собственно, мои... Мята наша получилась. В принципе, она абсолютно идентична тому, что мы видим у Белых ночей. Даже вот подсохнув, мы видим у Белых ночей, что больше как-то выделяется белило. Она имеет такую, как правило, матовость. Вот этот вот абсорбент белил, он дает такой эффект. Ну вот можно добавить еще белило, посмотреть, делать светлее. То есть вы можете даже экспериментировать, добавлять сюда еще какие-то оттенки. Я думаю, что, например, если исходя из логики, добавить сюда немного красного. У нас красный с изумрудным, например, дает серый. Ну я возьму сейчас, например, краплак и чуть-чуть его добавлю вот сюда. Вот. Получается вот такой вот интересный оттенок. То есть это уже и не изумрудное, это такой вот серый, но при этом в его составе, то есть есть белило. Но здесь мы можем регулировать, скажем так, пигментацию. То есть можно варьировать оттенки, получать абсолютно разные цвета. Вот я чуть-чуть добавила индиго. Можно добавить еще белил. Получается уже вот такой цвет. То есть экспериментировать можно до бесконечности, поэтому пробуйте обязательно, я думаю, что это будет не лишним. Вот, собственно, какие-то основные моменты по поводу пигментации, по поводу пигментов, по поводу состава красок, светостойкости, укрывистости, грануляции. И да, еще про грануляцию. Есть такой интересный цвет, ну, в данном случае у меня, это Ван Гог, называется он Oxid Black. То есть это черный оксид. Она наполовину кроющая. И в ее составе пигмент всего один. Это PBK11. То есть что это? Это черный пигмент. Это пигмент, который дает очень сильную грануляцию. И в очень многих красках, которые именно заявлены как специфические гранулирующие, присутствует именно он. Заодно укрывистость проверим. Вот. То есть он выпадает в осадок и дает вот такой эффект. Что я могу бы посоветовать от себя? То есть если вы хотите какие-то белильные оттенки, пусть у вас будут просто акварельные белила, потому что они все-таки не такие кроющие, как гуашь, который вы можете добавлять в различные другие краски. Если вы хотите добавить грануляцию каким-то своим краскам, то есть вариация приобрести черный оксид. И, например, без проблем получать вот такие цвета. Это цвета от Ван Гог. Вот. Они заявлены, ну, как необычные гранулирующие. Желтых оттенков, фиолетовых, бывают еще розовых, темно-зеленых. То есть можно купить, конечно, их, а можно просто посмотреть состав пигментный и получить этот необычный цвет самому. Как? Ну, здесь мы видим, что вот он наш PBK11, который я только что показала. И пиеллоу 128. Ну, то есть можно использовать, например, кадмий желтый средний или что-то такое. И при смешении, при правильном смешении вы получите вот такой необычный оттенок. Могу его показать. То есть если вам такие оттенки интересны, вот он вот такой, мы видим, что здесь больше в составе черного, чем желтого. Соответственно, вы можете варьировать. То есть если вы добавите еще больше желтого пигмента, он будет еще такой более оливковый. Ну и, соответственно, фиолетовый. Та же история. Мы можем посмотреть пигментный состав, увидеть, что здесь тот же вот этот PBK10, который оксид черный, и у нас здесь фиолетовый. ПИВИ-23. То есть мы берем фиолетовый, смешиваем его с черным оксидом, и получаем вот такой вот необычный гранулирующий фиолетовый темный цвет. Красивый. Поэтому главное, как я считаю, в изучении пигментов, а это все-таки, я думаю, что тот маленький пункт, который пригодится всем. Это понять состав, чаще экспериментировать, смешивать, делать выкраски, разбираться в составе. И тогда вы сможете, во-первых, избежать грязных или неправильных замесов в работе. А во-вторых, избежать покупки ряда просто красок, которые, вот, например, у меня тут куча красок, которые, в принципе, можно получить не смешивая. Ой, не покупая все эти тюбики, то есть их можно смешать. Ну и, конечно, это не касается однопигментных цветов первичных триады, там, например, желтый, красный, синий, как мы знаем, мы не можем получить ни из чего. Но в вопросе дополнительных цветов, в вопросе каких-то особенных современных сейчас оттенков, очень популярных, которых у каждого производителя очень много, вы себе вполне можете помочь. Надеюсь, это видео было вам полезно. Изучайте пигменты, рисуйте акварелью. Хорошего вам творчества! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!